Первый объект проверки начала стройки нового детского сада, пока заливают фундаменты нижние блоки. На выезде из города в новом районе. Для Анапы события. Новые здания дошкольных учреждений не строили более 20 лет. Сергей Сергеев настоятельно порекомендовал работать в три смены, привлекать больше техники, чтобы успеть вовремя сдать здание в эксплуатацию. И подчеркнул, говорит о реальных делах и сроках. Еще в одном детском садике номер 31 в Суково-Лакита с документами. Решить проблемы можно за неделю и не вынуждать педагогов и заведующую садом становиться специалистами широкого профиля. Мэр Сергеев против бюрократии, направленной против людей. Я заведующая детским садом. Вы кто по образованию? Педагог. Педагог, да. А вообще вас учили на чего? Детей воспитывать? Детей воспитывать. Учить, да? А учили как катастрою, бежевые работы проводить? Когда вы учились? Нет. А вы что заканчивали? У меня на рейс-катастрою. На рейс-катастрою. Хорошая. Тогда у меня к вам вопрос. Зачем у нас управление образованием? Вот для каких целей? Расскажите. Чтобы заведующая, вместо того, чтобы устраивать детский сад, заниматься воспитанием детей, занималась катастрою и бежевыми работами. Пасмурно ливень, но комиссия вышла на пляж не отдыхать. В планах проверка достояния курорта – галичный пляж Долины Суко. Мэр Анапы Сергей Сергеев о санитарном состоянии пляжа отозвался однозначно и односложно. Позор. То есть, в таком состоянии будет пляж, то его у вас не будет. Я дальше и ходить не хочу. Ну, так зима была. Ну, за неделю правил. Это не пляж, это позорище. Ответственный за эксплуатацию прибрежной зоны отдыха не смог ответить ни на один вопрос мэра. За стройными красивыми обещаниями пока ни одного конкретного действия, только проекты. Не суждено сбыться и некоторым проектам федерального детского центра «Смена» – огородить пляж забором. Мэр поставил задачу – оставить все как есть. Забора не было и не будет. Конкретных действий ждут от начальника управления по физкультуре и спорту Андрея Скилкова. Это, как писать на заборе, нет наркотикам и вести учет наркоманов, отметил на планерке глава города-курорта и призвал всех разговаривать на одном языке. Если заниматься развитием массового спорта, то работать в этом направлении, а не писать отчеты. Приятное событие на планерке в Анапе и в крае. Анапчанин Олег Чен привез золотую медаль с чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Спортсмен выступал в составе сборной России. Впервые в истории курорта Анапчанин добился настолько высокого результата. Отчет о выполненной работе и планы на неделю. Вице-мэр Юрий Поляков поручил проверить, как продают алкоголь в торговых точках, навести порядок на закрепленных улицах, на особом контроле улицы Горького и Гребенская. До 5 июня коммунальщики покрасят бордюры на Пионерском проспекте – всего 25 километров. О том, что уже сделано, приятно говорить и слушать. По наказам избирателей Субсехского сельского округа «Оцыпанной дороги» проведен водопровод на улице Заводской в Варваровке, в просторном ремонтируют амбулаторию и спортзал. Еще 14 человек смогут принять в детском саду номер 34 после капремонта. Его планируют завершить в сентябре. А с графиками отключения и подачи воды в Субсехе Сергей Сергеев порекомендовал расстаться навсегда. Такое просто недопустимо. Водоканалу придется в срочном порядке разработать механизм, чтобы вода в Субсех поступала в нормальном режиме. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион.